Всем добрый день! Сегодня 16 мая 2020 года. Это пригород города Твери, дилемма Даниловская. С вами Беляков Александр и виноградтвери.ру. Решил снять небольшое видео. Я сделал обломку первоначальную винограда, которая у меня в теплице, потому что в теплице, вот если посмотреть, он очень хорошо пошел в рост и в принципе уже появились уже бутоны. Их очень хорошо видно, вот бутончики. Первый вот здесь. Это у меня, соответственно, русский янтарь. Вот он. Куст небольшой. Уже, по-моему, четвертый или пятый год он у меня. Это тоже четвертый или пятый год. Сейчас, к сожалению, не помню уже. Мне кажется, пятый все-таки год. Вот тоже бутончики пошли. Это у меня преображение. Это у меня розалия сорт. Вот видно уже бутон такие большие. Вот они пошли. В общем, вот обломку я по максимуму сделал. Но так как у меня вот здесь мало почек и первоначальные почки подмерзли, я немножко вот здесь загустел, пока оставил. Потому что посмотрю, что здесь. Если здесь почки проснутся, то вот эти вот удалю лишние. Вот. Так, это у меня Альдон. Это синий, мускатный такой вкус. Вот тоже начались. Ну это фактически как пазушные все равно. Да, они большие. Ну вот пошли. Вот там вот есть туда тоже почки. Так. Это у меня бьянка. Тоже она немножко подмерзла тут. Вот видно пошла и подмерзла. Вот, к сожалению, не знаю, что будет. Вот оставил специально несколько веток. Так. Ну это у меня Антарио. Это мускатный белый вкус. Вот, соответственно, грозди не крупные будут, но в принципе их много, как обычно бывает. Вот. То же самое сделал обломку. Часть, то есть в основном нижняя. Даже вот одну еще там две оставил. Ну, для того, чтобы на всякий пожарный случай чуть-чуть попозже это все сделает. Потому что вот тоже немножко подмерз он чуть-чуть. Было минус пять на улице две недели назад. А он уже тронулся в рост. Соответственно, были проблемы. Вот видно, что вот он начинает. Вот уже скоро зацветет бутоны. Пошли. Вот. Как у меня дойдет до этой проволоки, вот чуть верхней, соответственно, будут топотулом то же самое привязывать и вертикально вверх. То есть, ну, максимум. У меня теплица не очень высокая. Четырехметровая. Вот. По максимуму сделаю так, чтобы все это было, ну, как бы, именно под теплицу. Вот. Так же, как вот здесь, вот если видно на преображении, я оставил две почки, потому что вот эта почка не пошла. Не знаю. Посмотрю, как пойдет. Возможно, даже две так и оставлю. Вот все, что есть. Сейчас покажу, как на улице то же самое. Вот буквально рядом с теплицей. Вот она, теплица с виноградом. Вот. Сейчас покажу. Будет немножко лучше видно. Вот она небольшая, четырехметровая. У меня вот такие вот столбы остались от забора. И я сюда сажал виноград. Вот здесь у меня восторг, восторг сидит. Вот видно, что почки уже, ну, хорошо набухли. Но, извините, когда на улице плюс 12-14, ну, как-то не очень он хорошо растет. Вот. Вот я в четыре рукава, как раз, его опять же сделал. Как и в прошлом году, вот у меня надпись «Восторг» видно. Вот. Соответственно, вот здесь вот вот почки, в принципе, все-все-все уже проснулись, но ждут тепла. Надеюсь, что будет тепло. Так. Сейчас обхожу вишню. Вот. Здесь у меня вот новый сорт. Я тут два новых, так сказать, сажал. Вот. Вот это у меня старый сорт, к сожалению, тогда пересаживал, поэтому не помню, какой именно. Но вот если будет в этом году что-то, хотя я не вижу, чтобы почки просыпались, возможно, он вообще вымерз. Ну, если что, от корня тогда пойдет. Корень здесь хороший. Вот. Вот молодой виноград, вот он тоже посадил в прошлом году. Вот он уже, почки уже распустились. Вот. Вот это у этого пока почек нет. Хотя, вон там что-то уже есть целенькое. Вот здесь столбы низкие, надо их будет выше делать. Вот. Хотя, можно и оставить такие, наверное, скорее всего. Проловку я тут натянул именно в два ряда, чтобы было понятно. Не яруса, а два ряда. И в три яруса, соответственно, чтобы можно было подвязывать. Вот. Всем спасибо за внимание. Спасибо за внимание.